BMW дала мне модель автомобиля, и я посмотрела на нее и посмотрела еще раз. А потом, по общему признанию, я посмотрела и на другие модели. В конце концов, я подумала, что, может быть, было бы неплохо показать машину так, как будто в нее можно заглянуть. Согласно комментарию Дэвида Хокни, после того, как он купил Свердкар, BMW 850 CSI в 2004, подписавшая 19195, и на этом произведении искусство было завершено. Это были созерцательные паузы в дополнение к занятию предметом, которые медленно приводили произведение к зрелости. Всякий раз, когда я прекращала рисовать маркет, я фотографировала результат, вникала в него и продолжала изменять формы, пока не получила то, что хотела. Я большой сторонник долгих размышлений, так оправдывал себя Хокни. Процесс получения готового результата занял много месяцев, потому что Хокни имел дело не только с поверхностью автомобиля. Последовательно следуя своей идее, он вывернул интерьер наизнанку и сделал его прозрачным в необычном восприятии. Стилизованные впускные отверстия двигателя видны на капоте. Водитель виден через двери, конечно же, такса.